Берег Черного моря около Севастополя, Крым, Украина. Наш четвероногий друг идет гулять, а за ним выходит наш брат Игнат Тихонович, хозяин. Там высоко! Там ужас какой, там метра пола пятьдесят, влезет там. Рядом! Рядом! Тут на полушке! Рядом! Еще раз! Рядом сказал! Вон корабль сдали. Он понимает еще какая-то сорта. Да он ничего не знает. Ну-ка! Давай подальше подальше. Пойди туда, куда можешь подальше. Кое-как спустили. Вчера остановились, вот этот крутой обрыв, с той стороны подходит. Тут не меньше тридцати, может быть, метров. Смотреть даже страшно не есть. Он рвется, он не понимает. За любой гайкой он бросится. Может, что-то мозги вылетят. Тут камень. Абсолютно во всем. Стоят корабли. Вон, видать, далеко. Даша, сзади, где корабль. Вот. Корабль видать. Если за это посмотреть, то маяк, смотри, вот так, маленько. Среди шаги идет. Вон, на ту сторону, направь. Вон туда бежит маяк. Смотри. Маяк севастопольский. Смотри. Сейчас я ему дам уже это поклавлю. Давай. Смотри. 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 Умница. Ураган. Умница. Вот он сейчас поклавает. Молодец какой. Вот он сейчас. Давай. Черное море вот. Дорогое. Угу. Ну, куда? Ну, куда? Фух. Вот он забегал за пальцы. А он куда? Пошли. Пошли. Ух. 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 Ну, лопатки-то работают так. Все. Сейчас я буду готовиться тупать. Ух. Надо искупаться пока морозы. Вчера тут морозы. Там зашли на пляж. Везде. Ялта. Алушта. Не пробиться. Не проехать. Ой-ой-ой. Тут какая тут работа. Тут работы нет какой нету. Ну, надо искупаться. Ураган в Черном море купается. За палкой плавает. Аж ревет. Угнать тихо. Пошел купаться в Черном море. Вон он ураган наш. Чемпион Сибири. Ах, как держит палку. Ураган. Черное море. Сейчас утро. Война будет отпустит, что не больше. 25 июня 2013 год сегодня, утром по местному времени еще и пяти нету, а разница на 1 час с Москвой, на 1 час меньше. Около Черного моря, на берегу мы находимся. Почти что вылезли, сейчас посмотри внимательно, видишь какая надпись, где мы находимся, где ураган был, ни одна собака там не была. Уди, упадешь, он не понимает, у него чувство самосохранения, нет как у меня. Осторожней, осторожней. Вот какой обрыв здесь, а там дальше еще больше обрывов. Солнышко у нас тут. Давай, Виктор Николаевич, залазь, вот оно где у нас, что-то Черное море. Пожалуйста, Севастополь. Такой обрыв большой, вот оно Черное море, вчера мы купались с братом Николаем, а сегодня Игнать Тихнич искупался здесь. Готовим завтрак, место для костра, чистим картошку. А вот к берегу подошел корабль, видно военный корабль. Насти, забирайте картошку. Насти, забирайте картошку. Вот мы сегодня у нас, что получается, 25 очевидно, июня 2013 года. Находимся возле Севастополя, отдохнули. Вот тут показано, видимо, была здесь бойница, ДОТ, окопы. Это вся территория крови палит. А это корабль, видимо, баражирует здесь, охраняет территорию, показывает, что земля под защитой. Это и так можно понимать. Ну, вот если это было бы в Германии или где-то, тут разговора нет. Нигде не подойди, все чисто. Да, тут захламлено. Но мы могли ночевать. Сейчас даже костер можем приготовить, пищу. Поэтому даже вот это зализанное, все хорошее, оно как будто для картинки, не для человека. А у нас так, человек живет в этой природе, еще не дольше нас живут, что ли. Куда надо, пойди. Если бы по-хорошему люди соблюдали бы чистоту, то и не было бы этой беды-то. Взял лопатку, зарыл ни одной бутылки, а так целые шины бросают, все тут захламлено. Но все равно это для человека лучше, чем просто за решетчиной, нигде не подойди, нигде не подойди. Ой, утки там летят, а то все надо показать. Пойдем ближе к берегу. Вот. Видите, чайки летают, разные птицы. Вчера смотрим, тут аквалангист. То он вынырнет, то... Вот это для человека. Вот где мы едем здесь, где не зарешечно, в России, на Украине, ну тут виноградники, горы мешают. А так обычно съехал в лесополосу, отъехал подальше. Вот после нас вообще ничего не остается, ну не считая там кожурки какие-то. И то стараемся в мешочек сложить и отдельно потом в контейнер положить. Для человека. Там проехали мы 8 стран и практически нигде нельзя не остановиться, даже остановиться нельзя. Даже повернуть назад нельзя. Там 50 метров проехали на развилке. А теперь только до Ауганг, где это выехать надо. 30 километров в одном направлении. Потом обратно 30. Если я 60 километров, сижу и думаю, господи помилуй, да где мы куда попали-то. Я бы в России за это время уже 3000 раз повернулся на машине в обратном направлении. Ошибся. Никаких. Твоя ошибка тебя заела, тебе уже все негоже. И везде все это зарешено, в лес зайти нельзя, ягодку сорвать нельзя, понюхать нельзя. Даже просто машину приостановиться по легкой нужде сходить нельзя. Ну и что? А у них там чисто. Да чисто. Чисто для кого? Для картинки. А у нас захламлено. Ну захламлено это дикость российская. Но я могу в любом месте остановиться. Вот на берегу Черного моря. Сходили, искупались. Никто не скажет, что частная территория. Там не говорят, что в лесу шишки собрать. Вообще остановиться не... Просто остановиться. И то нельзя, надо вот только на кемпинге разные. Везде все деньги, деньги, деньги. Вот как сейчас мы в Украину заезжали через Керчь. Ну это явно что-то русских стравливает. Ну документы-то они берут, проверяют. Ну проверили, отдали. Не тут-то было. Назад не отдают. Дает одну бумажку. Вот такая вот бумажка только написана. Рус. Это русский. А зачем? А наклею ее. Ну как желтая шестиконечная звезда у евреев в Германии было. Чтобы я ехал, все знали русские. Русские плохие и плевали. Но платить надо 25 гривен. За что? Вот за эту бумажку. Вот такую вот бумажку. Которую я должен приклеить. Потом ее не оторвать. А где приклеены? Мы ни одной нигде не видели. Но их продает. То есть они приспособились сделать что? Безбожество. Разве это можно так делать? Русские. Мы понимаем, что это безбожество. Не то что там. Может власти про это и не знают. Он не отдает документы. А я начну говорить, что нехорошо. Он говорит, у тебя литература. Я с глаза закрываю. А сейчас могу тебя здесь оставить и повернуть назад. А что ты сделаешь? На тебе уже отдал 25 гривен. Два шага только сделали. Опять требует деньги. Нигде столько денег не требовали на таможне, как на Украине. Нигде. Повторяю. А что делать? Ничего. Мы молимся. У меня трехтомник. Я везде стараюсь подарить. Добавляю, что книги не входят во взятку. А за взятку, видимо, взятки там целой корабли до 12 лет. Ну, ничего нельзя сделать. Я знаю, что это для Бога. Деньги-то, собственно, не мои. Это Господь мне дал их. Поэтому я даю и ему говорю, что так делать нельзя, дорогой. А другой увидел, что книги дарим. А мне бы дали. Я и ему дали. Уже сидим на пароме. Паром-то, как корабль-то. Тоже один подходит. Дал ему. А этот говорит, да у нас везде видеонаблюдение. Ну, я говорю, ты нас отпускаешь. Не сразу. Ну, все равно я тебе подарю. Отвел в сторонку и подарил. На Украине были, мы проходили. Точно так же не пропускали за собаки. Подарил. А обратно едем. Так это не вы книгу дарили. Тоже бы хотелось иметь. Вот везде вот только так и делаешь. Потому что я для Бога это делаю. Мы едем для Бога. Для того, чтобы люди познали истину. Спрашивают, а о чем книги? О жизни. О Христе. О вечности. Можно было бы ничего этого не делать. Сидеть и спать. У нас было бы как три года назад четыре. Ну, возле села. А у других-то ничего нет. Ну, пришли, пожарились. Тело обожгли. Вот мы видели одного с Австралии едет. У него прицеп даже. К машине прицеп. Ну, его, как по-русски говорят, шмонают. Будь здоров. Но он мирный. Почему? Ну, во-первых, его видно. Он безбожник. Курит. Но у него жена и четверо ребятишек. Вот когда индейцы видели, что человек идет с женой, понимали мирно. А если еще и ребенок с ним, то вот они во всю улыбку знали, что этот воевать не будет, иначе он детей погубит. И у него сзади флажки висят по которым странам проехал. И через Монголию, видать, через Китай. Где он только мог. Уже русский флажок у него висит. Украинский достал. Видно, мужик простецкий такой. Ну, о Боге никто не говорил. Ну, мы немножко подошли. Я по-английски уже все забыл. Я говорю, happy childhood у вас здесь. Счастливое детство детям-то даете. Да, разулубались, жена и прочее. Я говорю, Бога просите, Бог даст. Их долго держат, а взять-то с них нечего, видно, не дают. Ребятишки прыгают через скакалку. Они давают там блинчики эти по воде пускать камушки. Он уже знает, что делать. Они залезли на машину. Ну, у нас-то все по-другому. Подходит, что везем книги. Ну, он мог бы каждый ящик распечатать. Показывай каждую книгу. Дай содержание. Ну, то есть, тысячи зацепок. Ну, он нас отпустил. Ну, требует... Ну, 25 гривен, это 100 рублей примерно. Ну, отдали, да и поехали. Пусть во славу Божию будет. Может быть, бедный совсем. Может быть, есть ему нечего. Кто его знает. А здесь мы были, вот, вечером подъехали. Это прям берег. Вон он корабль тут уже где ушел. Тут ступить негде. Столько машин дальше. Дальше говорю. Вчера остановились там. Даже зайти нельзя, не говоря про машину. Ну, вот, братья Николай Павлович Курчинов и Виктор Николаевич Савченко. Они пошли пешком тут искать. А я там остался зашивать сиденья. Пока зашивал, они пришли. Пришли, говорят, нашли место более подходящее. Ну, вот, подошли и правда. Место замечательное. Тут и кусты есть, и траншеи. Если даже... Самое главное, это туалет. Воды у нас с собой хватает. А у нас с собой лопатка саперная. Ямку выкопал, вытащил пластик. Уезжая положил, вообще никто не найдет. Даже искать будешь. Тем более много тут сухой травы. Вот, что мы сегодня имеем. Дальше мы... Еще у нас три дня. Вчера мы прошли за один день очень удачно семь пунктов. Это Господь сделал. Но нужно примерно пять. Мы непрерывно идем, встречаемся, беседуем, записываем. Ну, больше, а как? На людей не заберешь. На пляже пропадать не будешь. Кому ты нужен? Все все знают. В Одессе мы видели, как Новый Завет поставили. Я утром гляжу, а там, ну, что-то около стенки стоит наклоненное, где можно что-то положить. И лежит Новый Завет. Мне говорят, это яговисты. Я посмотрел, нет. Это новый перевод, не их бредня, которую они под Библию подделывают. То есть, самое сумасшедшее, что сейчас в мире есть, это у яговистов так называемый всемирный перевод. Большей чепухи, большего извращения, кажется, нельзя придумать. Все подделали под свое лжеучение и выдают за Библию. Я их не трогаю, но Библию я не позволю прикасаться к ней. Это, они люди хорошие сами по себе. Но сатана обуял, видимо, одержимые демоническим духом, похулили Духа Святого. И будь они здесь, мы бы, конечно, побеседовали. Они ничего не берут. Я вот с кораблей-то перехожу на то, что есть. Больше ничего нельзя сделать. И видно, окопы вот здесь как выдвигаются. Может быть, тут учения были, может войну было. Видно, что глубокие были траншеи. Может, и вручную все это окопали. И там тоже доты стоят эти, дзоты. Вот. У нас брат, он готовит, чтобы приготовить завтрак. Видишь, волнами как находит. Сегодня утром искупались мы, ураган поплавал. Братья вечером поплавали здесь в Черное море. Ни в Германии, ни в Австрии мы нигде этого сделать не могли. Нигде. Потому что там порядок. А у нас беспорядок. Тело радуется. Душа Бога благодарит. А при их порядке я весь сжатый. Ничего не могу, да? В Польшу только приехали в туалет сходить. Они полтора что ли там евро. С ума сойти. Я такой, что в Москве 25 рублей. А это загнули. Ну, я садел, там хоть не загороженное в лес можно сходить. Человек. Все-таки суббота для человека, а не человек для субботы. Тут как-то так все делается. Или полный беспорядок, или неизвестно что. Вот так. Сейчас мы будем собираться. Позатракаем. Мы краткую молитву сегодня совершили. Все, я отошел. Там мне... Это же Витя, ты что его не узнал? Ураган. 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 Он купался, плавал, умерял. Ой, ой, ой. Тут радости нет конца. А там мы выйдем. Вот были в Германии. Я дрожу за собаку. Кого не увидал, на мордник надел. А все равно не там оправился, не там это... А здесь пожалуйста. Ох. Ох. Но пустить его нельзя. Он может погибнуть с берега броситься. Но! За хвостом. Ой. Ну пойдем погуляем, пока готовят завтрак. Пошли. Красавец. Он охраняет нас. Вообще. Этому псу цены нету. Сергею Павловичу Пупкову низкий поклон. Каждый день за него молимся. Хороший пес. Особенно где мы на улице бываем, около лесополосы. Его привяжешь, он даже сзади все не даст пройти мимо. Ох. Какой. Бодрый то какой. Он поправился. Я когда еще сметану дают, я с ним делю или ему полностью отдаю свой пай. Да галушки у него, да наваренная, да сухари. Да. Тут варили рыбы хозяйка давала ему. Тихо. Вот это плохо, что за хвостом гоняются. За вчерашним днем. Многие люди так же крутятся за своим хвостом. Вот тот у него, а хвосты какие-то. Ясно какие. Ворованного боятся, разведенные и всякие пакости. А вот у него ничего нет. Он у нас добрый, он защипированный правда, сам не крестится. Но, 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 пошли, пошли гулять. Пошли гулять. Да ураганщик мой. Ой-ой-ой. Пошли. Давай хорошо.